Здравствуйте, дорогие друзья! И сегодня мы с вами поговорим о массовой культуре. Почему же, собственно, именно о ней? Ведь мы с вами знаем то, что у нас есть три основные формы культуры – массовая, элитарная и народная. Ну так почему же мы не поговорим о народной культуре, о блинах, танцах и так далее? Я вам расскажу, чем обусловлена особая важность и значимость массовой культуры в нашей жизни. Ну а пока давайте познакомимся с самим понятием. Итак, массовая культура – это коммерческая форма производства и распространения стандартизированных культурных ценностей, рассчитанных на большую аудиторию. Сразу из определения мы с вами можем взять значимые черты массовой культуры. Первое – это общая доступность. Не нужно быть ни гением, не иметь какого-то особого уровня образования, чтобы понять и воспринять произведения массовой культуры. Это может быть легкий комедийный фильм, увлекательный детектив или незамысловатая картинка. Следующая – это занимательность. Хочется привести время с произведением массовой культуры. Наверняка вы когда-нибудь смотрели сериалы, никак не могли остановиться, смотря еще одну серию, еще одну, и так до конца собственно сериала. Так вот, это и есть занимательность. То есть дело в том, что главная функция массовой культуры, для которой она собственно и была создана – это развлечь народ. Когда мы перешли к индустриальному обществу, и люди стали в основном заняты в сфере промышленности, во-первых, у них стало оставаться больше свободного времени, а во-вторых, после тяжелого, изнуряющего труда хотелось расслабиться. И тут на помощь пришла массовая культура. Поэтому очень важно, чтобы она была такой расслабляющей и занимательной. Серийность и тиражируемость. То есть произведения массовой культуры похожи одно на другое. Наверняка вы сможете вспомнить десяток схожих по сюжету детективных фильмов, где кто-то пропадает, приезжает крутой детектив со сложной историей, и блестящее дело расследует. Знакомый сюжет, правда? Вот это и есть серийность. Дело в том, что людям нравятся простые незамысловатые шаблоны, однотипные, но интригующие развязки, ну и так далее. Так что серийность – это значимая черта массовой культуры. Пассивность восприятия. От вас не требуется какого-то усилия, какого-то участия. Просто сидите, смотрите, наслаждайтесь. Ну и, конечно, коммерческий характер. То есть главная цель, для которой создавалось произведение массовой культуры – это заработать денег. А как мы их заработаем, конечно, все будут смотреть, а массово будут потреблять. Если вы когда-нибудь слышали, что какой-нибудь фильм сделал невероятный кассовый сбор, то можете смело делать вывод, что этот фильм – это произведение и продукт массовой культуры. Так что, чтобы распространять массово, чтобы много людей имели доступ к этим творениям, у нас есть средства массовой информации. Это периодически печатные издания, сетевые издания, телерадиопрограммы и иные формы массового распространения информации. То есть это одноканальная, то есть от средства массовой информации к зрителю или читателю и так далее, канал поступления информации, с помощью которого мы с вами узнаем о чем-либо. В нашем случае получаем доступ к произведению массовой культуры. Сегодня, безусловно, на первый план выходят экраны средства массовой информации, то есть это телевизор или интернет. Согласно последним опросам, уже большая часть людей читает новости не в газетах или даже не по телевизору о них узнают, а именно с помощью интернета. Так что, сегодня надо отметить, что средства массовой информации в основном представлены именно интернет-СМИ. Как же массовая культура влияет на общество, если мы с вами уже поняли, что она имеет просто тотальное распространение. Буквально каждый человек является потребителем того или иного произведения массовой культуры, а чаще всего и очень-очень многих одновременно. Во-первых, это, безусловно, позитивное влияние. Ну, скажем, с помощью произведений массовой культуры можно популяризовать какие-то важные идеи цели установки, доносить важные и правильные идеи, обучать население чему-либо. Ну, например, в свое время сериал «Ход королевы» пробудил невероятный интерес к такой интеллектуальной замечательной игре, как шахматы. Ну, не замечательно ли? Но, конечно, есть и негативные последствия. Во-первых, в результате чрезмерного употребления продуктов массовой культуры возникает вред здоровью. Ну, представьте, если человек целыми днями сидит, смотрит сериалы в одной позе, не занимается спортом, не дышит свежим воздухом, а вот только потребляет определенный контент. Это, во-первых. А во-вторых, конечно, это навязывание определенного стандарта жизни, выстернизация наших ценностей, так как в основном массовая культура навеяна либо вдохновением западной культуры, либо, собственно, и является собой продукт западной культуры, скажем, американские телесериалы. Так что ответить на вопрос об однозначном воздействии массовой культуры – это хорошо, плохо, довольно сложно. Можно с уверенностью сказать только одно – это закономерно. Спасибо за внимание. Встретимся с вами на следующем уроке.